Добрый день, друзья! В одном из прошлых выпусков мы вам показали способы приготовления чая из плодоножек фурмы. Наша сегодняшняя передача посвящена еще одной интересной теме. И что же это спросите вы? Это внутренняя оболочка каштана, которая находится под кожурой каштана, обволакивая его плод. С древних времен в корейской восточной медицине плоды каштана и его внутренняя оболочка используются в качестве лекарственных средств. Эффективность различных десертов из каштана была обнаружена еще в те далекие времена. В частности, в энциклопедии традиционной корейской медицины Данги и Баган каштан напоминается как полезный десерт, улучшающий работу кишечника, желудка и почек. И нормализующий энергию всего тела. Кроме того, маска и смесь оболочек каштана и меда способствуют устранению морщин на лице. В состав каштана входят витамины В и С. Витамин С и крахмал, содержащиеся в каштане, практически не разрушаются при кулинарной обработке. В состав оболочки каштана также входит таниновая кислота. Таниновая кислота устраняет активный кислород, который является одной из причин старения нашего организма. Таниновая кислота является разновидностью полифенолов, защищающих кожу благодаря антиоксидантному действию. Эта кислота также уменьшает уровень меланина в тканях кожи, способствует сужению упор и отбеливанию кожи лица. Благодаря этим свойствам косметические средства на основе оболочек каштана очень популярны в Корее. Сегодня я вам покажу процесс очищения плодов каштана от оболочек, рецепты масок для лица от морщин и для отбеливания кожи, а также способ приготовления напитка для лечения диареи и нормализации кровяного давления. Следует отметить, что в состав таниновой кислоты также входит железо, поэтому людям, принимающим препараты железа, этот напиток и маски не рекомендуется. Каштаны можно есть и сырыми, но сырые каштаны могут спровоцировать вздутие живота, поэтому лучше их есть в запеченном виде. Перед нанесением маски из каштана сделайте тест на чувствительность к его компонентам. Чтобы проверить аллергическую реакцию, нанесите немного маски на запястье или за ухо. Если после нанесения маски на лицо вы почувствуете жжение, сразу же смойте маску водой. Итак, начнем? Промойте каштаны и надрежьте их ножницами. Продержите каштаны в духовке 20-30 минут при температуре 180 градусов. Очистите каштаны от кожуры. Залейте кожуру каштана горячей водой и продержите 10 минут. Теперь отделите внутренние оболочки каштана. Хорошенько просушите их в течение 2-3 дней, чтобы не заплесневели. 10 граммов высушенных оболочек каштана залейте 1 литром воды и прокипятите в течение 15 минут. Не превышайте время кипячения, иначе у напитка может появиться вяжущий вкус. Рекомендуется выпивать в день 1 литр этого напитка. Высушенные оболочки каштана измельчите блендером до состояния порошка. Смешайте полученную массу с 1 столовой ложкой меда. По желанию можно также добавить 1 столовую ложку кефира в эту смесь. Положите марлю на лицо и на нанесите маску поверх марли. Через 10-15 минут снимите марлю с подсохшей маской и умойте с теплой водой. 5 грамм высушенных оболочек каштана залейте 200 мл воды и оставьте на 12 часов. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и прокипятите в течение 20 минут. Теперь пропитайте марлю полученным настоем и положите на ноги лицом. Через 15 минут снимите марлю и умойте с теплой водой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...